Существует закатка, связанная с мошенником и копьё. Сейчас я нахожусь в центральной гавани приюта Звёздных Яликов, вот рядом с этим телепортом. Давайте, я вам покажу, где это всё происходит. Видите копьё? О, да. К нему надо подойти просто. Посмотреть. Это стандартная разящая глефа облачного рыцаря. По её клинку порой пробегает холодный отблеск. Вам кажется, что он разрежет сталь, так же легко, как масло. Глефа стоит в углу в одиночестве, словно забившийся в пыльный угол некогда великий воин, который жалостливо просит милости. Кто и когда бросил здесь такое копьё, а главное зачем? Взять в руки и сделать несколько взмахов. Вы много раз видели, как ловко облачные рыцари управлялись. С разящими глефами вы хватаетесь за рукоять и начинаете с лёгкостью размахивать оружием. Вы не слышите свиста рассекаемого воздуха, только звон металла, ударившегося об землю. Ой-ёй-ёй. Кто это может быть? Оно упало. Оно упало. Мой клинок. За вашей спиной внезапно появляется мужчина с выражением боли, а на лице, которое, впрочем, почему-то кажется вам наигранным. Мой наследный... Наследный клинок. Как ты могла так его сломать? Теперь плати. Начинается. Если на планете меня ни разу не пытались облапошить уличные пройдохи, то считай, вылазка прошла зря. Мужчина вдруг посерьёзничал, будто ваша равнодуш... А. Посерьёзнел, будто ваша равнодушие его разозлило. Малышка, ты хоть догадываешься, сколько стоит изготовить одну такую норзящую глефу для облачных рыцарей? Мужчина разражается тирадой, о которой то и дело проскакивают заумные термины, такие как силовое оружие, мономолекулярный клинок, кажется, будто переулок превратился в лекторий. Ну и как ты собираешься возмещать ущерб? И у нас тут есть варианты. В зависимости от вариантов мы получим, естественно, разные ачивки. Но есть один, который позволяет нам дополнительно получить высокую мораль. И нужно здесь ответить... Ладно, сколько ты хочешь. Погоди, а как же поругаться? Я ведь жду, что ты начнёшь перепалку. А зачем? Это же просто деньги. Мужчина не ожидал, что всё пройдёт настолько просто. Он хмурится и протягивает ладони. 500 кредитов. И здесь вам нужно максимально дать. Максимально 500 кредитов. Вот возьми. Спасибо, госпожа. Он смотрит на вас, будто не веря своим ушам, а потом берёт деньги и скрывается за поворотом. И копью прихватил, смотрите. Мораль получили, но нам нужно получить ачивку. Для этого нам нужно будет возвышающее свидетелье. Так, вот этот телепорт. Поехали. Нам нужно попасть в комиссию по балансам. Где он, кстати, сейчас там и находится. По идее, мы его должны там найти. И получить ачивку. Ведь не просто мы же отдали 500 кредитов. Кстати, интересно, взяли с нас эти 500 кредитов или нет? Вот, видите, он стоит. Стоит. Голос этого мужчин кажется вам очень знакомым. Где же вы его слышали? А, это ты, негодяй. Мы знакомы? Он изо всех сил пытается всё вспомнить. Как нищий, что нащупывает последние монетки в пустом кошельке. За каждый поступок нужно отвечать. Но я уже стольких обманул с помощью этой схемы, что давно сбился со счёта. Разве я не дала тебе денег, чтобы ты мог начать жить с чистого листа? А? Он снова впадает в раздумья. Кажется, проходит целая вечность. Но вот он, наконец, отвечает. Верно. Говорят, что каждое прощание рано или поздно приведёт к новой встрече. Я ещё тогда подумал, что в жизни не встречал человека, что так легко отдал бы мне деньги. Решил, что это девушка или очень богатая, или просто глупа. С чистого листа? Да ты никак шутишь. Там же была какая-то пара сотен кредитов. Это же, разве, деньги? Вот стартовый капитал с суммой тысяч, эдак десять. Это я понимаю. Давай мы вот так поступим. Меня поймала комиссия по балансу. Если внесёшь за меня залогой, поможешь по мелочи, я буду работать на тебя. Да не смотри ты так на меня. Я много что умею. Я личный карманник, аферист. Могу мускулами поиграть. Что скажешь, что и сделай. Постой, не уходи. Говорить с ней мы уже больше не можем, но может быть... Может быть нам стоит поговорить с ней. Подождите, пожалуйста. Итак, я из комиссии по балансу. Чего вы можете мне помочь? Меня обманул кибер... Вот, кибермошенники. Кибермошенники, для нас нет различия между сетевым и не сетевым мошенничеством. Нам потребуются твои контактные данные, информация о том, как мошенники с тобой связались, и сумма, которую ты потеряла. Заполни соответствующую форму, и я займусь подтверждающим представлением святака. На самом деле, не было никаких мошенников. Будь так добра, не отвлекая управление канцелярией в рабочие часы. По тебе не скажешь, что ты стала жертвой мошенничества. Извини, ты что-то еще хотела? У меня... Меня надул мошенник, вообще-то. Вы жертва. Назовите имя, должность и потерянную сумму. Вы во всех подробностях рассказываете, как жулик потребовал у вас деньги. Должно быть, вы потерпевшие. Этот мужчина много раз обманывал иномерцев с помощью старой схемы. Фамильный клинок. Жертвы не знают истории Шянджоу, и их легко обвести вокруг пальца. Так, сколько вы потеряли? Ну, ладно, 500 ответим. Вот ваша компенсация. Когда вы вновь окажетесь в подобной ситуации, не паникуйте и не отдавайте деньги. Непременно обратитесь за помощью к служителю комиссии по балансу. Да. На этом все. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик. Смотрите видео до конца и подписывайтесь на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании. Пока-пока.